Хватит орать, спать мешаете. Чего прицепилась как пиявка, говорит Кузя. Кто-то пишет, а чё у её брови в воздухе? Да, и кстати, брови тоже похожи на пиявок, а ещё у Лунтика лицо какое-то обдолбанное. В этом мире нельзя доверять даже клубнике. Клубника, быстро замороженная. Состав клубника, продукт может содержать сельдерей. Кто-то пишет, и селёдку, но это не точно. Да, сельдерей это муж селёдки. Ладно, шучу. Для энергосберегающих ламп, батареек, градусников. Кто-то пишет, в Балтике 7 есть градус, значит градусник, всё логично. Женёк, это София Ротару, позвонить срочно. Давид пишет, Женёк, я назову планету именем твоим. Виктор пишет, у меня так Басков 3000 занял, а до сих пор не вернул. Я приехал к своей дочке в гости, и в тот день у меня было очень плохое настроение. Мы сидели на кухне, и я спросила. У тебя есть газета? Она начала надо мной смеяться, типа, ха-ха, какая газета на дворе 21 век? Ты чё, совсем от жизни отстала? Вози мой айпад. Могу вам с уверенностью сказать, что эта муха офигела и померла, так и не поняв, чем её убили. А ещё больше офигела моя современная дочка. Интересно, айпад разлетелся или нет? Живу в частном доме, перед окном рябина растёт. Её ягоды не опадают, поэтому начинают бродить. Воробушки, которые их едят, пьянеют и падают на снег. Хожу, подбираю их и заношу домой, пока не протрезвеют. Уже задолбал обухих воробушков собирать, повесил кормушку. Пусть хоть закусывают. Чувак, тебе просто в раю место обеспечено за такие добрые дела. Ваше котейшество, выходите жрать. Ни хрена себе, да это не кот, это какой-то, какой-то султана гробы. Вот почему женщины живут дольше. Дольше, но скучнее. КамАЗ с асфальтом провалился в яму на дороге, которую должен был ремонтировать. Группа спасателей уже выехала на место. И да, друзья, всем привет, меня зовут Макс. В этом ролике у нас с вами будут мемы. По-моему, Россию не понять, аршенам общим не измерить. В пол-литра здесь 0,45, ну а яиц в десятке 9. А что вы хотели? Зато ничего не дрожает, просто всё уменьшается. Новый российский червонец, во, я же говорю. Нет, ну мы прямо сейчас пройдёмся по самому живому, по самому больному. Уже третий мем. Когда они пришли за гречкой, я молчал, я не ем гречку. Когда они пришли за пенсией, я молчал, ведь я не пенсионер. И тогда они пришли за десятым яйцом. Когда ждёшь, пока ребёнок наиграется на детской площадке. 9 яиц вместо 10, 180 грамм масла вместо 200. Коварный ход правительства, дабы убедить нас в том, что ничего не дрожает. А может и нам тогда работать 7 часов вместо 8, а? Да, точно, может быть и мне тогда делать вместо 70 мемов в видео 60. Или сколько я там мемов делаю? Ладно, шутка. Коротко о ситуации на дорогах. Снегоуборочная в сугробе застряла 20 минут назад. Конечно, городские службы не были готовы зимой к тому, что выпадет снег. Да что ты знаешь о везении? Нет, мне кажется, там есть желток, просто он белый. Романтический ужин молодой семьи. Ёлку выбросить? Ты попробуй. В инстаграме? В жизни. Кто-то пишет, в инстаграме не лучше, если честно. И вообще, спанчбоб, как бы ты ни маскировался, мы тебя всё равно узнаем. Сало единорога. Вот это, наверное, вкусно. Какой, интересно, будет эффект после поедания такого сала? Когда во время контроши училка проходит твою парту. Вы видели когда-то маленьких галин? Их держат в подвале до фенсии или как? Нет, галины уже рождаются бабушками. Как и Зины, как и Любы. Мне так приятно, что ты помнишь про мой день рождения. Как я могу забыть такое? А это, друзья мои, просто прекрасная фотография. Желаю вам всем наткнуться на такую прекрасную стопочку маленькую бумажечек. Россия вошла в десятку самых умных государств мира. Иван пишет, эволюционируем, чтобы свалить. Нет, мы эволюционируем, чтобы свалить с Земли на Марс куда-нибудь. Житель Нижнекамска, которого собственная девушка 13 раз прыгнула ножом, сделала ей предложение прямо в зале суда. Давид пишет, нож в печень, брак вечен. Если ты понимаешь, что происходит на этом фото, то тебе пора на пенсию. Виталий пишет, близко положил, сгореть может. А, друзья мои, кто понял, что тут происходит? Давайте поиграем в игру. Пишите в комментариях, кто знает, что вообще, зачем это. Мама, смотри, я самолет. Ну посмотри, смотри. Ну глянь, мам, 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 смотри же. Хотели бы жить по таким часам? Вы знаете, если бы стрелки бы двигались в противоположную сторону от нормального направления, то, по сути, ничего бы не изменилось. А если стрелки бы двигались точно так же, как и сейчас двигаются, при этом циферблат бы поменялся, то мы бы потихонечку откатывались бы в прошлое. Отзыв в магазине техники. Достоинство, купил чайник. Недостатки, кассир не дала свой номер телефона. Комментарий. Пытался взять номерок у девушки, сидящей на кассе, очень приглянулась. Но она отказалась, сообщила, что у них есть молодой человек. Но я клиент, и меня это не волнует. Какая у меня разница, что у неё есть? Короче, расстроен остался. Забрал чайник, и пошёл к грустью пить чай. Разгляд, и чай пить, и закончилась водкой. Больше не пойду в ваш магазин, ну его нафиг. Геометрия не знает границ. Интересно, а если выйти и начать рисовать мелом на училке? Прямо на ней решать задачу. Кто последний будет улетать из Мурманска? Выключите свет в аэропорту. Денис пишет. И так в любом городе России. Когда переехал в общагу. И это тебе на месяц. А вместо воды можно растапливать снег. Только Олды вспомнит этот запах. В коробке нет диска, потому что друг, которому ты его одолжил всего на день, не возвращает его уже 10 лет. Потому что друг его тоже кому-то одолжил, а тот-то ещё кому-то одолжил, и тот-то его потерял. Настроение Ипполит. Недавно видел Мемас, где было написано, что чем в более зрелом возрасте ты смотришь иронию судьбы, тем больше ты понимаешь, что из всех героев фильма самый адекватный это Ипполит. Потому что он просто пришёл к своей будущей жене, которую любит. И хотел встретить с ним Новый год по-человечески. Без всякого кипиша. Мам, ты в туалете? Я не знаю, что бы это могло значить. Ну, в общем, Тор ищет маму в туалете. Так, что за слово интересно? Это очень сложное задание. Леонид Аркадьевич, мы не справимся. Парни, а вы правда имеете только одно полотенце для лица и для тела? Когда ты вытираешься после душа, ты сначала вытираешь голову и лицо, а потом всё остальное. Ты идёшь сверху вниз, а на следующий день полотенце обо всём забывает. Паша пишет, как и ты, в принципе. Когда пытаешься посадить ребёнка в коляску после прогулки. Этот прикол, наверное, поймут только молодые родители. Или маленькие дети, которые очень сильно не хотят в коляску. Когда просишь зарплату у банкомата. Безумный Макс, дорога слякоти. Блин, круто смотрится, кстати. Фаршевик. У него такие миленькие ручки, посмотрите, в виде зубочисточек. Титаник 2 будет опущен на воду. В 2022 году и проплывёт тем же маршрутом, что его предшественник. Леонардо Ди Каприо пишет. Ну так-то зашибись. Только вы двери там сделайте побольше размером, плиз. И не забудьте, чтобы Айсберг 2 не прошёл, блин, тем же маршрутом. Весь покрытый ихними, абсолютно весь. Остров более-менее в ихнем мире есть. Остров более-менее в ихнем мире есть. Весь покрытый ихними, абсолютно весь. В принципе, там круто, весело живут. Ложат кепчук в кофе. Песенки поют. За проезд уплотят. Вкратце объяснят. Ну, в общем-то круто. Блин, глаза болят. Влад пишет. Здесь ошибок столько. Катится слеза. Как писать так можно? О, мои глаза. В Новосибирске мужик забрал свой любимый унитаз после развода с женой. Всё своё ношу с собой. Александр пишет. Не бросил верного друга. Респект. Любимый десерт моего детства. Ещё маслом подсолнечным полить чуть-чуть. Вот вообще идеально будет. Ты старый, если помнишь это. Шесть кадров, папины дочки. Даёшь молодёжь. Кота-пёс, дятел Вуди, чип-эдрел спешат. На помощь моя прекрасная няня Галилео Аэра 0 приключения Джимми Нейтрона. Илья пишет. А как же счастливы вместе и тачки на прокачку на MTV. Да, ещё была семейка Осборнов на MTV. Так вот, что значит вагон и маленькая тележка. Петербургский пенсионер слепил из снега копию Исаакиевского собора. Выглядит волшебно. Пусть у каждого будет то, что дороже даже миллиона рублей. Кота пишет. Миллион долларов? Миллион подписчиков. Теперь мой палец грязный. Кэп хулиганит. Оймякон наиболее суровое место на земле, где проживает постоянное население. Оймякон минус 63. Алексей пишет. Белые ходоки, вот где они. Нет, там все превращаются. В мастеров кунг-фу белобородых. Сообразительный электрик. С голоду не помрёт. Прокат. Чебуреки, пирожки, беляши. Поел не забудь вернуть. То есть я беру на прокат чебурек. И то есть я потом должен буду вернуть его. Окей. Забирайте. Что ты такое? Это не валенки, а валики, наверное так. А что, так можно было? Как бывший работник Мака скажу. Мы таких называли мажорами. Пришёл хлебушка за 140 рублей покушать. Буржуй хренов. То есть ты можешь себе выбрать ингредиенты? Или убрать ингредиенты? Интересно, можно вообще всё убрать и просто заказать себе пустую коробочку? Физра. Правильно. Физкультура облагораживает человека. Человек спивается тогда, когда он пьёт не для того, чтобы ему было хорошо, а для того, чтобы ему не было плохо. Нет, человек спивается тогда, когда он много пьёт. Вся суть отношений. Хм. Ну, в принципе, есть смысл в этой картиночке. Но не всегда. Мы, например, с женой поженились. Вышли замуж. Сошлись. Когда оба были вообще просто голые. Ну, не в смысле без одежды. Не, это тоже было. Но сейчас не об этом. В смысле вообще ничего не было. Осторожно, злая собака. А коты вообще психи. Депутат Виталий Милонов, обиженный на ответочку Шнурова в инстаграме, предложил музыканту дуэль на мечах. Виктор пишет. Кажется, в этой стране все окончательно долбанулись. В Москве появилась карта помоек, из которых можно поесть. Анастасия пишет. Офигеть, вы там зажрались, конечно. Коврик со звуком. Тут надо яркость, конечно, прибавить, чтобы увидеть коте. Какого цвета зеркало? Зеркало. Никакого не цвета. Потому что цветов, в принципе, не существует. На самом деле, цвет это просто интерпретация электромагнитной волны нашим мозгом. От объекта отражается электромагнитная волна, попадает нам в глаз, и мозг уже это как бы сам себе объясняет в виде цвета. Да, еще цвет предмета зависит от освещения. А если убрать освещение, то любой предмет станет черным. И поэтому возникает вопрос. Есть ли у предмета постоянный цвет? Мне кажется, нету. А может быть есть? Можете по этому поводу написать в комментариях, кто что думает про цвета. Тема-то интересная, занимательная. А еще интересная мысль, которую я где-то прочитал. Мы, на самом деле, не видим предметы, а мы видим лишь отражение от них электромагнитных волн, которые попадают нам в глаза. То есть мы видим как бы не сам предмет, а отражение волны от этого предмета. И дальше же мозг в голове выстраивает предмет. Ладно, все, хватит умничать. Нахрен, нахрен у нас тут мемы. Пельмень-жительница Тюмени признали самым красивым во вселенной. Кто-то пишет, фото пельменя в студию. А может это и есть фото пельменя. Ну типа, женщина слепила пельмень в виде женщины. Это я пытаюсь скрыть свои эмоции. Гавайский вулкан улыбнулся перед извержением. Дмитрий пишет, перед тем, как всех убить. Что ж, друзья мои, если вам понравилось. Если вы улыбнулись, ставьте лайк. Также не забудьте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, посмотреть мои другие ролики. Всем хорошего настроения. И пока-пока. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео.